да вот так сейчас я немножко тут просто подпечатлениями поэтому извините если там где-то что-то тупить буду окей на английском хотел начнем до расскажу сегодня презентацию но не знаю блин я расскажу где я работаю окей ну восемь лет я войти компании да в соцсерве и работаю java application архитектором работал с технологиями java groovy а грейл spring hibernate ну такие основные по методикам waterfall скрам kanban extreme programming вот участвовал в процессах постановления кода review код quality занимался рефакторингом оптимизация вот поэтому знаю насколько важно иметь хороший код в приложении дмитрий волошка меня зовут можно меня найти в твиттере за фоловить если есть желание вот пишу всякие интересные штуки такое вступление да так вот эту штуку видно да сверху я нельзя спрятать как то можно если ты нажмешь на эту самую кнопочку которая скрепочка ли как она называется окей так о чем же мы сегодня паре а поговорим с вами про код review да а что такое расскажу что такое код review зачем использовать код review какие типы бенефиты ну всяко такое интересно вообще а как мы у себя то есть из опыта да как мы ставили у себя на проекте не расскажу на каком проекте код review потому что нельзя вот такие погнали что такое код review ну в принципе если мы подумаем да ну вспомним от наше детство вот все мои до рисовали какие-то картинки да вот в детстве вот и в принципе мы носили маме папе да и рассказывали мама папа посты какую классную картинку да нарисовал ну вот но для чего это надо дать людям вообще получать фидбэк от кого-то да насколько вот классно или не классно они что-то делают вот код review это одна из таких вот техник вот в принципе что она дает мы можем идентифицировать то есть reviewer дали этот раньше дефект какой-то в коде который не пойдет на тестирование киеве м да мы его не найдем нигде а в коде в продакшене вообще улучшим наш кода сделаем его и месяц вот ну допустим добывать такие ситуации когда мы ставим процент мы делаем у нас есть кого тревью да мы написали код и говорим ой я короче написал код я девелопер да и зачем мне проверять свой кода еще раз я его написал reviewer его посмотрите viewer заценит и напишет мне все замечания комментарии да по этому поводу вот а с другой стороны сидит такой же классный парень reviewer думает блин автор который написал этот код такой классный парень он пишет реально очень крутой код зачем мне вот сильно глубоко докопаться в его коде ревьювать я просто так комплитную его ну вот скажу все я поревьювал и все счастливы да и очень много такие ситуации появляются в жизни ну почему потому что люди начинают там доверять друг другу еще какие-то там по каким-то своим соображениям вот но на самом деле мы должны избегать таких ситуаций избегать таких ситуаций почему ну а для чего мы вообще-то должны ревьювать код чтобы не позволить нашему программу программного обеспечению вот совершать какие-то ошибки которые приведут ну каким-то очень может глобальным последствием к серьезным до последствиям но особенно если это затрагивается там какие-то медицинские ну вот или там какие-то вообще глобально вот у нас наша программа не должна наносить вред людям это самое главное очень много до было случаев их найти можно на просторах интернета все эти случаи когда программа реально вот из-за программы там умирали люди вот те же там облучались да вот если там взять медицину был аппарат его настроили написали программное обеспечение который делал там сканировал там про ультрафиолетом до человека то есть флюорография какая-нибудь вот из-за того что программа обеспечения было плохо настроено люди облучались дают дальнейшем там им было плохо некоторые умирали до были летальные исходы вот такая печальная история ну почему да вот если мы посмотрим на этот график мы увидим что на самом деле что ну то есть цена ошибки очень велика да на продакшене и на самом деле очень тяжело ее пофиксить ну вот и но может повлечь за собой какие-то последствия то есть самое легкое да что мы можем это на уровне реквайрментов да надо на дизайне найти уровне дизайна найти дефект сказать что там в требованиях не то этот на кодирование вот ну если мы смотрим на продакшен то очень высоко да во много раз больше чем на этапе разработки программного обеспечения и ну все мы знаем да что есть такая классная контора наса называется вот но если кто смотрел фильм марсианин да а те знают как они запускают ракеты вот ну и что может случиться дастими ракетами но я не спойлю вот никаких спойлеров кто-то меня там что-то написал а кто-то меня контроль просит нет не дам контроль окей есть такая европейский да то есть союз и они тоже в принципе делают ракеты вот когда-то в далеком 1996 году сделали такую ракету эран 5 вот очень классная ракета вот собрали ее за всего лишь 8 миллиардов долларов сша вот ну что она дело эта ракета отправляла просто там на орбиту какую-то полезную нагрузку да и нагрузили в эту ракету полезные нагрузки еще на 500 миллионов то есть восемь с половиной миллиардов долларов сша и чтобы сэкономить немножко да они взяли программное обеспечение от старой предыдущей версии этой ракеты и что произошло да на самом деле это ракета 5 rn5 она оказалась намного мощнее чем ран 4 вот и в одной строчке кода оказался дефект какой там было 16 битное число до а из-за того что мощность ракеты намного больше получилось пришло число 60 64 битная вот и произошла перегрузка то есть до числа не перегрузка перила на русские слова начинаю забывать мы то есть преобразование типов пошло не прошло выскочил exception программа была написана на языке ада и чтобы ускорить то улучшить performance этого программного обеспечения обработку этого исключения просто удалили из программы вот и ну на самом деле что произошло ракета всего лишь пролетела 36 7 36 и 70 секунды да ну и взорвалась сейчас не значит ролик посмотрим звук есть у вас там звук не было до либо без звука но в принципе без звука можно посмотреть просто ролик я буду комментировать там отчеты и туда там всяких голосовые окей запускают ракету и что происходит происходит что одно и то же программное обеспечение стоит на основном до компьютере и на который бэкапный то есть вспомогательный если выйдет из строя основной до заработает вспомогательный вот ну и эти эта ошибка произошла но из-за того что программа обеспечения одинаковая произошла в обеих этих двигателей до двигатели просто начали выходить из строя и сработала система самоуничтожения и получилась вот такая сейчас классная штука сейчас мы с вами увидим вот пошел очень такой яркий классный салют но ну всего лишь восемь с половиной миллиардов мы можем посмотреть как восемь с половиной миллиардов долларов выглядят салют на восемь с половиной миллиардов долларов вот очень замечательно красиво сейчас нам покажет лица людей и лица людей которые просто-напросто смотрели на происходящее на берегу океана или моря что это было все интересно наблюдают всем весело вот на самом деле это на мой взгляд это epic fail да то есть это на самое в истории до в истории программное обеспечение это самая дорогая ошибка которая произошла вот так выглядели люди которые оплатили деньги за эту ракету которые вкладывали они вообще в шоке так выглядели разло разработчики программного обеспечения а так выглядели люди которые наблюдали за происходящим вокруг да как запускали ракету вот ну и на самом деле про это все можно рассказывать внукам да ты что это правдивая история вот и ну насколько я вот смотрел до читал искал то есть я не нашел дороже ошибки да еще в истории вообще человечества вот из-за программного обеспечения может дороже были но не из-за программного вот в принципе да это говорит о том что да насколько вот велика цена ошибки в программном обеспечении мы можем ну мы не может не разрабатываем да настолько дорогостоящий этот но наши там заказчики да не вкладывают деньги они хотят видеть хороший продукт вот чтобы хороший продукт был да есть много разных техник подходов для улучшения качества продукта но одна из них там код ревью то какие же типы бывают код ревью бывает формальный тип это когда вы написали код вот собрали митинг собрали людей вот и обсуждаете до каждого стычет монитором что шуны лицом в монитор что что вы написали такое вот этот процесс очень долгий и в принципе но очень старый им сейчас никто не пользуется я не знаю в программном спич обеспечении я такого не знаю окей какие сейчас еще тип есть тип такой дизайн review что это значит мы просим человека до какого-то находим коллегу вот и говорим ему слушай 2 я тебе расскажу как я буду делать решать ту или иную задачу да какие алгоритмы буду использовать да там в каком коде а какие библиотеки буду использовать для решения этой проблемы вот какие тузы да мне там понадобится и принципе это занимает до порядка там 30 минут да ну может часто там пообщаться там обсудить человека вам свою точку зрения расскажет вы этот просто пообщаетесь и что это дает это дает вам намного меньше усилий до после того как затрат усилий после того как вы написали уже кода чтобы человек превьювал вы уже как бы говорили вы уже знаете как решать и все у вас хорошо в принципе это выглядит вот тогда как будто вы попросили бэтмена а вон он говорит нет не так все происходит происходит по-другому в принципе эта картинка показывает что да если кто-то из вас ну то есть все мы до занимаемся английским вот и знаем да то есть что есть кэн и мэй да кэн и мэй вот ну кому интересно будет может посмотреть да потом в чем разница и когда какое используется но вот но бэтмен говорит что мы лучше использовать есть еще такой тип превью как и мэйлы да мы можем написать код какой-нибудь и отправить этот код ну кто там гитом меркурилом используя пользуется да тут может патчем допустим отправить кто-то может просто файл отправить который изменил вот и идет эта переписка по почте вот ты там эта строчка кода такая-то не такая вот принципе этот подход он гибкий да и он намного лучше чем собирать митинги да там людей вот для код инспекшена вот как мы видели на первой картинке но это реально от для ревьювера почему потому что ревьюверу нужно будет бегать по письмам да туда-сюда ну то есть очень неудобно он не видит в одном как бы вместе да ему нужно в разных письмах искать какие шум комментарии какому коду писал да и насколько но там код поменялся или не поменялся то есть ну помнить это все имеет два файла ну то есть просто реально это очень неудобно но поэтому я бы не рекомендовал этот способ мы у себя его в начале пробовали он не пошел почему потому что он занимает тоже очень много времени из-за того что он не сильно удобный вот какие же еще есть нам есть прога парное программирование такое понятие так экстрим программе вот и парное программирование это когда мы берем какого-то коллегу до садимся вместе вот и начинаем писать код один человек у нас пишет код вот вот второй человек у нас является навигатором до первый драйвер второй навигатор вот и навигатор просто смотрит как мы пишем код и насколько классно не классно и говорит свои комментарии сразу да потом они меняются ну вот и то есть навигатор становится драйвер драйвер навигатором и на самом деле этот подход он очень классный до уровне допустим от синер и джуниор чтобы менторить джуниоров да вот там синеру чтобы он понимал и видел да как сразу писать там классный код вот ну в принципе это можно и как пир-то пир да там там интермит интермит синер синер тоже но это работает вот это очень весело да и можно на самом деле поражать со своего кода что вы сразу написали без каких-либо задержек веселый подход на самом деле а есть еще такой подход как овраза шоу дарс то есть мы просим написали кода мы просим какого-то человека квалифицированного посмотреть наш код мы садимся за компьютер вот человек становится за нами за спиной и мы начинаем объяснять человеку почему мы написали код так и или не по-другому от именно вот конкретно вот так вот написали и в принципе во время этого мы сами до понимаем что что мы написали как можно было то есть но на самом деле многие то я думаю делаю так ты когда пишешь код вот ты у тебя есть какие-то идеи но у тебя не но почему-то есть сомнения или не что-то не получается ли туда вот как то этот мы можем просто выйти на курилку да там попить чаю или что-нибудь это просто пообщаться с другим каким-то довелоперам рассказать ему нашу проблему или нашу ситуацию но вот и человек нам подскажет либо идея сама может до прийти к нам в голову и ну реально мы сами можем додумать вот этот очень прикольный да то есть подход но все равно да мы можем забыть да окажешь нам говорили в предыдущем там как же мы решали эту проблему или другую то есть да ну то есть такие вот разные ситуации вот нет истории вот единственное плохо да вот в этом подходе что нет истории которая нам скажет потом что мы сделали не так вот да мы получаем фидбэк принципе сразу без каких-либо задержек вот выглядит это примерно вот так когда один человек сидит дайв сзади него сидят начальники и рассказывают вот тоже весело вот могут по рукам сразу побить ну всякого такого рода окей но самый классный до тип review это tool assistant код review мы у себя его на проекте используем не скажу на каком проекте вот потому что мне же не запретила это делать вот и что это значит мы имеем реально какую-то тузу да но основном это они есть и десктоп бейст и веб-бейст solution и вот мы у себя используем веб-бейст приложение в которой мы загружаем код она смотрит и смотрит наш репозиторий да и какой код мы изменили а мы можем на этот код создать код review вот и человек может зайти в браузер да ему придет email нотификации посмотреть этот код что нам дают эти тузы у нас workflow до появляется мы очень классно можем ходить на фу по workflow смотреть от итерации к итерации как поменялся да а код и все комментарии то у нас находится на одной странице и мы просто управляя там какими-то ползунком да там смотрим где какие у нас изменения были каких ревизиях вот никто никому не надо покидать своих мест да все сидят на своих местах за своими удобными компьютерами в мягких креслах и просто смотрят код до другого человека никаких митингов нам не надо собирать но и очень классно да что мы можем реально трекать наши диссижен и наши там солюшен и вот обсуждение в одном месте и ну когда надо на мы можем посмотреть а как нам ревью велико да какие там ошибки были то есть анализировать и чтобы не допускать там в будущем это до усовершенствоваться тузов очень много пиарить я никакие тузы не буду сегодня рассказывать как работать с тузами я тоже сегодня не буду ну я просто скажу что их много да а я там можно будет потом построить презентацию если что там можно увеличивать да с кроликом в презентации будет смотреть какие есть тузы ну там повнимательнее уже пол получше вот и их мы их проклацаем мы у себя так просто скажу не на правах рекламы не на пиаром и у себя используем фиша и круси был да то есть вот такую систему которая здесь внизу очень удобная классно вот можно будет зайти на сайт там и посмотреть как она работает да то есть ну на любую вот на любой то тут сайты всех есть вот я взял топ-20 в интернете нашел да и их на самом деле можно будет все посмотреть какие же мы получаем benefit от кода review ну давайте допустим посмотрим вот этот код я не надо в него вникать в принципе я этот код взял с сайта говнокод точка ру нашел самый такой на мой взгляд прикольный код я его немного подформатировал да потому что она вылезала бы далеко далеко за рамки экрана все в одну строчку было я немного подформатировал сделал чтобы можно было наглядно ведь этот код он очень большой очень тяжелый да и ну на самом деле здесь может быть очень много багов и реально фиксить их очень тяжело вот и понимать этот код очень тяжело я даже не хочу его понимать и вам не советую окей но если бы человек который все-таки написал этот код да ну то есть был у него нормальный reviewer до нормальный процесс кода review чтобы допустим мы могли получить да какие бенефиты чтобы не допустить мы находим а баги на раннем этапе до раньше чем они попадут тестирование ли там на продакшн но вот это очень классно очень прикольно мы смотрим соответствует ли наш код стандартам да ну каждого на проекте могут быть свои стандарты в принципе там если это java да то есть java код convention дает упаси плюс плюс там по дот на эту по всяким по java скриптом есть свои коды convention и их можно применять на проекте их нужно применять на проекте вот и тогда человек будет знать что код у него соответствует и reviewer будет знать соответствует ли этот код каким-то стандартам что дает еще код review мы можем а шарить свои знания до шарить другим людям учить других людей получать до какие-то знания от то есть не только reviewer не только автор получает до какие-то знания учится на своих ошибках там от reviewer reviewer еще может смотреть как там солюшины какие применялись да и тоже развивать свои знания но вот мы учим друг друга да у друг друга мы учимся очень тоже классный benefit и также мы проверяем что соответствует ли вообще наш код до дизайну нашего приложения насколько вот реально мы создали класс метода и насколько вообще он матчится на наш дизайн может но вот реально мы там должны паттерны какие-то еще до что-то использовать вот очень еще классно это повышает security до приложения если очень важно на вашем приложении для вашего приложения это security то reviewer также да может построить проверить там но насколько там соответствует то есть вы не вышли за рамки да там положенных вы не раскрыли какие-то не сделали какие-то точки к вашему приложению которые будут нот реально не секьюрный в которой можно будет там инжекшен там всякие да и сквель делать там кросс сайтинг еще что-нибудь вот ну и там один из там таких принципе непримечательных да примите бенефитов это мы не изолируем код от других до людей мы другие люди тоже могут ведь принципе а вот этот пункт меня натолкнул да на создание этой вообще этой всей презентации вот я был на конференции и там с друзьями да мы общались они у себя на проекте использует не использует код review но и мы начали обсуждать почему их да и как и какие бенефиты да вот и просто от меня это сподвигло я говорю я блин создам вам презентацию я вам покажу вот ну и получается что я вам тоже ее показываю да мы год наш да допустим вот представьте у вас много команд допустим 8 да и вы каждый человек в каждой команде знает чем занимается другая команда какой код она пишет да и и мы можем этим самым свободно просто вот одного человека да из одной команды в другую команду перемещать но вот если человеку допустим ну надоело да на то на это в этой команде с этим функционалом работать он хочет с другим функционалом поработать но он знает что он видел это там этот код который да использует другая команда писал от другая команда и он спокойно легко да может просто ну внедриться в ту команду да и без каких-либо там больших усилий вот и еще основная дат фишка что человек который ревьювал тот код он уже несет ответственность за него если он скажет ой блин тут такой код плохой да то скорее всего ты когда смотрел его да ты по ревьювал его плохо тоже окей а какие же есть без пректисы да что мы можем использовать на для кода ревью вот очень важные такие определения да это inspection рейда это как быстро мы у нас есть мы можем да как быстро мы можем ревьювать код он измеряется в тысячи строчек кода да на человека час вот есть четкое понятие как дефект рейд это как быстро мы ну реально находим дефекты вот это сколько ну то есть дефектов мы найдем за какой-то да там час но там человека час вот и есть дефект дистани да это как реально много дефектов мы находим в данном коде но мы можем найти да это не как много там их находится дефектов и как много мы их можем найти вот но это количество дефектов найденных да на 1000 строк кода вот очень важное определение а почему потому что дальше там пойдут немного цифры вот хорошей практикой является да это делать вот ревью да со списать код и отправлять его на ревью не более 200 400 строчек кода за раз почему потому что количество найденных дефектов да ну то есть плотность дефектов она будет рассеиваться то есть чем больше строчек кода а тем меньше ревьювер их найдет то есть он да он найдет их до участка допустим вот 400 до строчек кода он найдет их намного больше чем найдет их потом во остальных 600 но это не говорит о том что в тех 600 нет никаких дефектов дай человек все правильно написал и там это то есть это говорит о том что рассеивается но внимание да и ревьювера и ну то есть тяжело ревьюверу а потом просто-напросто уже устает человек да и мы ну реально неэффективно это становится то есть очень классная да без проект из рекомендация это использовать это 200 400 максимум до 200 400 ну там до 200 я бы сказал но в пределе еще такая важная штука это создавать ревью до от чтобы человек мог по ревью 300 500 строчек кода за час то есть если вы допустим создали ревью там допустим 160 файлов да вот но это ревью скорее всего будет очень очень долго делаться почему потому что если человек ответственный до ревьювер то он понимает что за час он нормально 300 там 400 там строчек кода он прививает и с хорошей эффективностью но потом эффективность теряется да и рассеивается также потому что устает человек внимание рассеивается ну и на самом деле тебе уже не хочется тебе уже хочется пойти домой попить чай и ну отстаньте от меня не хочу ваш код ревью а вот слишком но вот им это ревью может затянуться реально очень надолго и автор должен понимать это то есть на самом деле да если мы посмотрим на график то мы увидим что у нас также да плотность эффектов уменьшается до со временем то есть если мы в час будем ревивать больше да то есть там тысячу строк там или больше тысячи дата мы скорее всего найдем намного меньше дефектов вот чем реально там они есть окей еще такой важный это человек но больше для ревьювера да то есть человек не должен тратить больше там 60 там 90 минут на одно ревью но так как я говорил человек устает человеку ну реально не хочется он хочет так вот упереться головой в клавиатуру и сказать я не хочу же ревьювать мне уже тошнит от вашего кода слишком много и я его завтра провел после за три летом через час еще до ревьювы но и опять таки вот этот процесс затянется поэтому рекомендую я рекомендую да а чтобы использовать ну хотя бы вот но в час максимум там вот час до ревьювать код потому что потом будет все это неэффективно какие еще такая классная best practice это когда автор пишет комментарии да к своему коду это не означает что мы должны писать комментарии каждой строчки кода это означает что мы должны написать комментарий к нашему к методу к нашему классу написать комментарий к методу какой алгоритм используется да как что вообще работает в этом методе почему почему это важно потому что автор когда пишет комментарий он сам понимает да вот помните а подход такой за спиной до когда он за шелдерс вот что человек объясняет да что написал и он начинает осознавать а может есть по-другому да какие-то альтернативные solution и для написания моего кода или для для реализации моей проблемы вот также ну то есть мы можем посмотреть что насколько not возрастает до вероятность нахождения дефекта да если мы вообще там не пишем комментарии да то есть она растет нормально то есть там 120 до ошибок мы можем написать ну то есть написали там пару 8 комментарий до подготовили код ну то есть вероятность мало уже да что там reviewer найдет какой-то дефект потому что мы проверили код мы все продумали все хорошо сделали окей еще очень важный момент это иметь чек-лист на проекте для код-ревью что дает чек-лист чек-лист мы можем написать да как мы должны вообще следовать до нашему процессу мы можем сказать что автор должен перед тем как ревьювать отправлять на ревью он должен там посмотреть что он покрыл все там чинджи юни тестами что он соответствует там дизайном до дизайн упражнения что ну все полностью запустил тесты что все комментарии написал там это не написал там закомментированный код почему вну под ну там закомментированный кода почему важно то что она у нас есть система версии контроля и зачем нам история там какого-то изменения то закомментирована то есть но каждый принципе на каждом проекте можно свой чек лист создать до который удобен для вас то есть он должен работать для вас он должен быть эффективным для вас ну можно построить найти много примеров до чек-листов каких-то рулов которые мы можем использовать но можем взять да какие-то совместить но мы должны выбрать реально для себя то есть автор смотрит на чек-лист и reviewer смотрит на чек-лист и каждый из них знает да что в случае спора какого-то то мы можем построить на чек-лист и сказать ну смотри тут же у нас написано написано мы должны следовать должны следовать там правилам там кодку стандартам до нашим конвеншеном еще чего-нибудь там этот мы не должны там дублировать код еще чего-нибудь там и то есть это очень важный момент да очень важно иметь чек-лист у себя на проекте для кода review ok такой пункт очень классно да что мы должны проверять реально вот мы написали допустим комментарий да коду человеку вот а потом мы просто напросто должны проверить что но реально код поменялся почему потому что ну я не знаю все мы учились в институте да все мы сдавали лабораторные вот и на самом деле когда приходишь сдавать лабораторную тебе этом ручкой преподаватель обвел сказал вот тут неправильно тут переделает тут еще этот но ты пошел домой да ну я так делал пошел домой распечатал новую пришел на следующий раз вот и сдал принципе о да видишься классно теперь ты там допустим поменял да человек забыл что он тебе написал комментарий вот и ну прокатило но я так делал бы я был ленивый вот но потом я понял что это плохо и на самом деле да мы должны написали комментарий мы должны проверить что действительно этот человек но прислушался посмотрел и исправил ту или иную ошибку но вот это как бы да немного по капитанский капитаном говорит что принципе спасибо я вас понял я буду это делать вот мы должны относиться да но то есть вот этот пункт он говорит о чем на самом деле в каждой команде из project manager есть там тех ли до тим лид вот и если будет культура да в на проекте такая что если тебе нашли дефект во время код review и project manager тебя начинает щемить что я тебе там на следующем performance appraisal это вспомню да там ты то писал ты это то есть вот пугать человека да вот тем что у тебя есть performance appraisal и ты на самом деле но плохо что-то делаешь ты делаешь такие ошибки это но вот это нехорошо то есть мы должны учиться да то есть бывают такие ситуации когда к нам приходит очень сильный человек но новый да и мы человек не знает еще да как но полностью всех наших нюансов он написал код ему на код review все рассказали он учится то есть к этому нужно относиться реально позитивно что если нашли у вас дефект да это реально праздник этот дефект никуда не пошел кроме вашего вашей машины да там или репозитория там бранча вашего то есть в дефолт там в мэйн он не пошел то есть это больше до культура именно как вот менеджера да что мы должны относиться к дефектам позитивно на этапе код review его эффект нам говорит о том что мы на самом деле да то есть тот пример который я рассказывал про картинку в детстве когда мы рисуем до картинки то мы должны получить фидбэк да не на самом деле что если мы получаем там негативный эффект фидбэк то мы усовершенствуемся да мы хотим стать лучше вот и мы должны учиться на своих ошибках то есть мы должны понимать что если нам пишут комментарии это хорошо но мы должны прислушиваться мы не должны повторять тех же ошибок мы должны анализировать почему потому что мы реально должны становиться намного лучше да чем мы сейчас постоянно должны усовершенствоваться вот это реальный эгоэффект это больше как требование к себе да мы должны выдвигать требования и постоянно идти вперед по каким-то своим критериям очень такой интересный факт да что реально то что я говорил да project manager может говорить что блин вот и допустим там программист не делал там код review да мы собираем у себя допустим метрики по код review сколько дефектов дел дать тот или иной человек за определенное там к на количество строчек кода до измененных сколько он там не отправил на review сколько этот у человека может возникнуть если его постоянно пилить и говорить что у нас есть метрики у нас это мы должны идти по метрикам вот и не соответствуешь метрикам это называется да big brother эффект что мы должны его избегать почему потому что метрики они нужны для улучшения эффективности до кода review они не должны служить для того чтобы нащемить человека и сказать что на performance апреля я тебе это учту ну вот просто до запугиванием там этот и у нас есть метрики мы следим за тобой и все если ты не следуешь метриком то все плохо тебя на performance апреля допустим мы должны этого избегать только эффективность мы должны думать реально об эффективности если человек не делает что-то значит мы да как там менеджер или тех лиц значит где-то что-то неправильно не дорабатывать значит нужно улучшать улучшать производительность точно так же зачем да вот ком скроме ретроспективы но это не для того чтобы мы сказали что мы все такие плохие для того чтобы улучшить до в следующем в будущем эффективность нашей команды принципе вот этот вот это она и есть ну и напоследок да это на самом деле нужно использовать а правильные тузы да для правильного код review а то же самое да мы можем использовать там pmd мы можем использовать чек-стайл там клевер еще какие-то да тузы которые ну нам посмотрят на наш там всякие там код quality да именно вот там код convention и еще что-нибудь вот но не всегда они там помогают да то есть найти какие-то ошибки в коде и реально до тузы которые от нам помогают доктор и я показывал они реально работают и вот этот ну как по мне то это очень эффективный до метод код review который мы можем использовать то есть мы должны использовать правильные инструменты да для правильных вещей вот в принципе это все какие-то вопросы от меня больше ничего и метрики по количеству строчек кода 300 500 на review или они как-то коррелирует с языком который используется ну такое да интересно мы можем писать я так понимаю вопрос в том что мы можем писать длинные строчки да они не совсем я иду что тот же самый функционал например там на джаве это может быть 200 строчек а там скажем на скале 20 компания ну он как бы смотрите тут если на джаве это там 200 строчек кода да на скале 20 строчек кода то мы должны понимать что может быть мы не всегда да может эффективно да приняли какой-то подход к нашему решению может можно меньше написать может нужно было разбить да допустим на следующий там этап там на следующий там таску может там user story разбить на более мелкие до задачи чтобы но человеку который до ревью в этот код и вы когда пишите было проще потому что на самом деле да можно дубасить целую неделю и не отправлять код на ревью а потом ожидать от человека что он вам за час по ревью вает код и вы спокойно дарить вот я там пять дней писал и там в пятницу вечером там в пять часов вечера у меня с 5 до 6 я могу запушить ну вот по ревью вы мне код да вот мы а человек не сможет вот и вы будете говорить вот он у меня блокер и он не я из-за него не могу запушить да я не прошел код review ну и начинаются такие разговоры да вот перекидывание шапками вот это мы должны избегать то есть если мы реально видим но там ситуации такие что много строчек кода да ну мы можем на самом деле я думаю что мы можем там и на джаве да и на другом языке написать меньше строчек кода там в тот же branch до запушить в branch и отправить на код ревью до определенного количества по ревью в эти там это да там всякие техники ну то есть кто как пишет да кто там тдд использует кто не там не использует ну вот поэтому я считаю что это не зависит от языка это больше зависит от того как люди пишут до свои задачи спасибо еще вопросы но смелее у всех все классно с кодом ревью я улыбаюсь если что ну окей в принципе ну я не знаю если тогда вопросов нет я думаю вы меня найти так сможете ну вот или skype или по почте ли там skype for business ну вот я готов ответить на все вопросы там в будущем если кому-то что-то помочь надо то я готов рассказать но на самом деле я могу в принципе так вкратце до рассказать я просто эту презентацию в субботу рассказывал найти викинде какие там были вопросы да это какие бенефиты мы у себя на проекте до получили от кода ревью но я могу сказать что когда у нас проект начинался мы не использовали до код ревью вообще потом мы начали использовать код ревью по имейлам я уже говорил что мы от него отказались потому что это очень тяжело ну потом следить за изменениями за всем этим ну по количеству дефектов до которые там создаются там тогда и сейчас очень тяжело говорить потому что сейчас намного больше достала кода и ну сравнивать по размеру кода да ну может быть меньше стало может не таких очевидных да а код стал намного лучше мы начали там ну из-за таких вот процессов мы начали уже там а технический долг рефакторинг до применять то есть но ты техники они могут исходить да вот из процесса кода ревью на самом деле очень тяжело до поставить процесс 0 до идти от наступать на все грабли и смотрите как улучшать как что для тебя работать что не работает и принципе но интересно еще маленький вопрос по процессам как не знаю если есть какие-то данные предположим команда скажем 5-7 человек и как эффективнее если как бы все ревью будет всех или например на каждой ревью есть отличный вопрос мне этот вопрос тоже задавали смотрите на самом деле вот допустим как мы у себя используем да мы вот у нас было много команд есть много команд и мы делаем как один человек автор да он шарит но мы допустим не менее трех человек просим добавлять на код ревью трех людей до с разных команд почему потому что ну функционал может пересекаться до с той или иной команды и потому что функционал может быть смешанный или зависящий да там друг от друга вот мы у себя стараемся использовать не менее трех ревьюеров вот и ну модераторов мы делаем кисе которые смотрят у нас следят до что там код ревью то есть юни тесты да там есть написанные на изменения в этом то есть такие вот и которые закрывают а если есть там дефекты модератор не закрывает ревью и ну и мы не разрешаем допустим пуши до такой код когда мы который модератор не закрыт вот но я бы сказал что ну где-то три человека от трех человек это эффективно вот ну потому что чем если добавлять всех людей да то ревью может долго проходить потому что каждый должен найти время до каждый должен именно подстроиться под вас и быстро где-то думает три человека этого хватает спасибо ну и презентацию муж потом получим а то обязательно но я ссылочку дам презентация эльзи она в браузер вот и я дам презентацию да ну и так если будут вопросы какие то есть кому-то нужна будет помощь по велкам я готов всегда помочь потому что очень понравился этот список чек-лист который и применить себя на проект ну смотрите чек-лист ну я как бы взял да с нашего проекта вот но он там может непонный но в принципе да можно и так ну можно в интернете там найти очень много датчик листов nokia без проблем все нет больше вопросов